Вот это аят. Ну и что? Но он не прав там. Потому что в убеждениях не проводится, за кем-то не следует. Это же твое убеждение. Это то, как ты станешь перед Аллахом. Если в убеждениях слепое следование было бы допустимым, то христиане, другие, не мусульмане, у них тоже было бы оправдание перед Аллахом. Они сказали бы, следование допустимо. Поэтому мы следовали за своими отцами. Поэтому Аллах упрекает их в Коране и говорит, зачем вы следуете за своими отцами. Такое же аят много в Коране, когда Аллах упрекает их за это. Поэтому слепое следование в убеждениях нельзя. Является запрещенным. Поэтому человек, который правильно мыслит, он сам из одного аята, где говорится, что Аллах не подобен ничему и нет подобного Аллаха ничего, из этого аята он все это сам может взять. Так и наши наши это взяли с одного этого аята. Мы видим, будем стоять перед священом, Аллаху ас-бану а-талям. А вот разум, как мы его увидим? Разум? Вот разумом, если мы будем думать, если и лика нет, и руки как разница нет, то что мы увидим? Аллах увидим. Разумом как? Ну разум, смотри, понят одно, понят. Но признать это другое. Мы увидим, да? Да, мы увидим Аллах. А как ты его увидишь, это не было Аллаху а'лаху ас-бану, не знаю. Ты же сам знаешь, что наши три китая была здесь велика. Мне не получается, смотри, здесь ты утверждаешь орган. Здесь не то, что просто ты допускаешь. Ты не говоришь, ты уже говоришь, что Аллах является созданным. Из этого вытекает, что ты допускаешь, что Аллах является творением. Потому что орган, это вообще рука орган. Это есть то, чего есть размер. Ну вот это вот так мы говорим. Если как не орган, тогда ее зачем рукой называть? Да, смотри. Если не как орган, тогда смысл, в чем ее переводить на русский язык? А вот, все равно ты туда идешь, к органу идешь. Если ты ее как орган не считаешь, если ты отрицаешь от Аллаха орган, телесность, значит нет смысла ее переводить. Если мы будем стоять, мы же как-то должны увидеть. Тогда получается, что по нашим славам орган должны быть. Ну, ты допускаешь, что если мы пред Всевышним Аллаху встанем, и он будет материальным какой-то, да? Нет, я говорю, это наш разум не может допустить. Смотри, а ты допускаешь, что Аллах может быть материальным? Я не допускаю. Ну тогда все. Ну разум. 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 Ты и разум же не разнующий. Разум мы этого не знаем. Наш разум. Смотри, твой разум что говорит? Аллах может быть материальным? Иметь орган? Нет, нет. Как не знаю? Ты же, смотри, мы же мусульмане. Ты, получается, допускаешь, что Аллах может быть материальным? Нет, Аллах говорит, не подобен. Тогда скажи, я отрицаю телесность. Тогда, смотри, если ты говоришь, что Аллах не является телесным, не является материальным, тогда вопрос в другом. Ну как мы увидим этого Аллаху а'ля? Мы не знаем, как увидим. Ну тогда это не телесно получается даже? Ну может не телесно. Как может? Ну да, оно телесно получается. Но если не телесно, значит, это вообще ее зачем тогда называть рукой? Есть, наверное. Аллах же в Коране говорит, это яд. А яд в арабском языке переводится на несколько значений, у нее не только одно значение. Почему из этих всех значений, если ты убежден, что Аллах не является материальным, ты из них берешь только тот перевод, который указывает именно на нематериальный, на орган. Хотя у тебя есть вариант взять другой перевод, который указывает на нематериальность. Я убежден, что Аллах не является материальным. Но то, что касается рукой, то что еще она сам же говорит? Аллах же не говорит, что у нее есть рука. Аллах говорит яд. Здесь вопрос, проблемы получается уже в твоем методе восприятия. Мы воспринимаем яд, как тут, он говорит, материальным. Рука на то, она рука, что это орган. Если это не орган, значит это не рука. Даже не орган, если я скажу, вот это лишь рука, но это не такая, как у нас рука. Это никто не примет, это не рука у вас вообще. Это вообще не рука. Я говорю, нет, это рука. Ты скажешь, нет, это не рука, это маркер. Да. Или рука это. Рука на то, это рука, что это орган какого-то существа. а если Аллах не является материалем у него нет уроки поэтому как это понять ну для этого вот здесь если тебе хватит допустим слова ученых мы отдельно будем проводить по словам ученых что они говорили и так далее сейчас на азан мы отдельно поговорим тогда если интересно можем отдельно поговорить